Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы летим в Барселону. Вот такой номер. Вот так вот он и выглядит. В общем, в номере тепло и чисто. Вот мы находимся на улице Карьер де Барти. Вот он едет и поет. Развозит продукты. Вот это наш скромный отель. Отель Беспресс Грасси. И сейчас мы отправляемся в Паргуэль в прямом эфире. Мы хотели поехать на автобусе, но нам сказали, что тут ехать, когда можно идти. И мы прямо по этой улице сейчас так и пойдем. Да, но мы пока что пошли вниз. Это очень приятно вниз. Вниз хорошо. Этот район называется Деграси. Да, в общем, на этом районе, говорят, не очень дорогое жилье. Поэтому, кому хочется жить в Барселоне, можете посмотреть. Где недорогое жилье в Барселоне. В отеле, кстати, отличная кровать. Очень чистый. Работает вся сантехника и страна. Хороший телевизор. Ой, какая красота. Красота. Ой, а что тут есть? Смотри, сейчас посмотрю. Спешил Курасан. С чоколом. А, извините, как мне было до работы? Ботла, ботер? Я хочу пить ужасно. Наш завтрак. Испанский вариант водички нашей. Спасибо. Мы все не можем решить, идти ли нам парку Гуэль пешком или идти нам все-таки на автобусе. Так, мы идем по улице Ле Эскориал и идем прямо к парку Гуэль. Мы хотели сесть на автобус 116, который здесь останавливается и подвозит прямо к парку. Но мы пока полны сил, нам кажется, что мы сможем и пешком дойти. Смотри, там начинается подъем. Да, я уже вижу. Собака села на проезжей части. Собака села и приспичила. Ой, собаки мне просто везти. А это до конца, да? Ну, что делать? Вот такой вот вариант ползти по этой улице. Вот такси едет. Самые умные едут на такси. И полетели на гору. Все, стоим, ждем бас 116. О, тут такая циркуля. Погода отличная, кстати. Бананы, мусорные бачки кругом, да, понятно. После этой остановки улица уходит под 45 градусов. К нам едет автобус. Вот на 116 автобусе по 2,41 билет нужно платить карты. Это центральный вход и куча народа. Мы снимаем снизу, а кто-то снимает сверху. Это место выход с парка. Энтрада там. Пошли на энтраду. Вот смотри, принял. Так, мы идем вдоль стены парка Горий. И сейчас будем заходить. А вот здесь, который, да, вниз. Вот эта улица, к которой мы, по идее, должны были подниматься пешком. Но проехали на автобусе этот трудный участок. На самом деле, ничего трудного здесь пройти вообще я не вижу, действительно. Так что, не следуйте нашему примеру, а поднимайтесь сами. А вот здесь таписы продают. Никуда ходить не надо. Вот здесь кафе, которым продают, наверное, вкусные паэльи и таписы. Да, но у нас есть с собой чипсы. То есть, есть поэльи. Бартапас. Мы купили билеты заранее на сайте парка Гуэль. И билет наш был на 12.30. Но нас пустили на полчаса раньше. Девушка на входе отсканировала нам коды. И мы спокойно зашли паргой. Но очередь небольшая за билетами. Совсем небольшая. А как тут маршрут? Вот у тебя, видишь, есть карта. И ты сама, я так понимаю, и вырабатываешь машину. Да, хорошо. Значит, сейчас мы пойдем в основную часть. Парка. Там, где находятся основные все достопримечательности. Пройти к основной части вам сразу не удастся. Сначала вам нужно осмотреть виадуки и подняться наверх. Народа очень много, несмотря на не сезон. Сейчас уже декабрь. Но очень тепло на улице, очень солнечно. Вот. Как черекают. А здесь вот все фоткаются. Вот это, где мы только что были. Где мы только что вошли. Вот отсюда. Смотри еще, какой красивый вид на горе. Вот они, попугаи. Попугай-копка. Вот еще девочка тут кричит. Здесь прохода нет. Рождественские деревья. И все туи завешены гирляндами и пожеланиями. В общем, мы хотели попасть сразу в основную часть, а потом пойти в вспомогательную. Но так не получится. Тут воротики закрыты. Сначала посмотрите тут, тут. А потом уже придете туда, где все. Вот эта колоннада там. Давай сначала тогда туда, действительно. Вот такой вид у нас. Тут войдет экскурсии. Мне казалось, что если будет не сезон, то никого здесь не будет. Но на самом деле здесь всегда будут люди. Так, вот эта колоннада. Sorry, I can't open here. Так что, если тут не знаешь, то хрен пройдешь, ребята. Поэтому не надо думать, что тут все так просто. Вот тут какие красивые. Вот смотри, что можно сделать из наших камней. На даче. Ну да, для этого надо еще только автора. Да, немножко автора, немножко фантазии. Вот вьюн у нас уже есть. Аккуратно берут. С-ссссс-ссссссссссс.... Продолжение следует... Вот, как тусари. А это... Дома-зи-голу-зи. А где вход в музей? Так, я думаю, включено в Белит. Стоит 5,50 отдельно. Надо сканировать штрих-код. Так, что тут написано? Да. Нельзя фотографировать, ничего нельзя. Понятно. Так, постоянно встречаются вот эти колоннады. Колонны. Всё выше и выше. Такое впечатление, что камни висят и упадут тебе на голову. И тут место для пикника, для отдыха или пикника написано. Небольшая смотровая площадка. Здесь как-то очень оживилось. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну мы пришли DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дети играют DimaTorzok 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 весь парк и ряда а вот это гайд так вот здесь никого нет очень хорошая олейка сис пальм ну вот центральная сметровая народу конечно тучи он скамья знаменитая которая поясывает эту площадку на которой как-то особенно удобно сидеть и дальше мы туда пройдем где два домика построенных гауди из многочисленных которые должны были построиться на этой территории но не построились из-за того что барселонцы не захотели переселяться в эту часть города я их понимаю кому надо воды моля так и что мы даже до центральной части все тут огорожено какими-то градками посидим попробуем здесь примерно здесь хороший вид сейчас мы спросим у блогера почему ему так удобно сидеть на этой скамейке история такая гауди сажал сюда людей и вот этот бортик который опоясывает эту скамейку он ложится на пояснете и сидит удобно это он проверял на своих строителях архитектора и на себе сама только так можно создать что-то выдает все мы уходим за смотровой площадке сейчас пойдем снимать внизу эти домики творения груди их он смог построить только два как я уже говорила и в которой вы тоже можете попасть за 5 евро но снимать внутри там нельзя поэтому блогеры отдыхают и вот это вот колоннада но тут видно что колонны все асимметричные и сужается кресло прекрасный потолок в стиле гауди что касается все 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 и и и а а и и а и вот отлично выглядит только портит вид да мы видим и кто-то не выдержал этих восторгов и он там уже скорая помощь да вот тут можно войти пойдем еще можно сходить в туалет вот эта решетка похоже как доме весенц это листья монстеры здесь продаются сувенирчики магазин здесь есть небольшое кафе а тут что туалет и да все понятно такие автобусы тут ходят 24 до 40 а мы ехали на 116 конец-то освещение стало прекрасно можно вообще а снять просто вот здесь все домики последний наш лайфхак сохраняйте билет до выхода из парка на выходе у вас его спросят но не которые в ограде вот они все такие разнообразные отправляемся вниз и сейчас мы пойдем пешком этот маршрут и вот это декабрь товарищи не просто декабрь конец декабря скоро жительство для нас это непривычно красота просто вот эта улица называется карьер-де-маряло весь район де грассе это просто горки крытые горки не зря богатые барселонцы не захотели переезжать в этот район и сделали этот проект гауди убыточным да вот опять идет 116 автобус фишка на дороге смотрю а вот оно фигу вы сюда проедете ребята на машине только для своих вот здесь тоже мы подняться к парку Гуеведа такие тысячи ступеней вот такой у нас стрит-арт вот прям все ворота тут раскрасили народ разделся уже вообще до футболок несмотря на то что сейчас уже декабрь вот такая улечка уютная в этом районе де грассе даже если это дешевый район совершенно испанский не вижу никаких таких особых иностранных лиц тут бар и ресторан ну сейчас попробуем зайти в ресторан перекусить вот бар выглядит так изнутри без дизысков мы тут сейчас взяли кока-кола и паэлья мы сегодня решили обожираться взяли две вот таких тарелки паэлья называется с морепродуктами но тут три кривит одна мидия еще там один кальмар попробуем мы пошли из нашего кафе где мы ели это хозяева китайца поели поэлью рис с морепродуктами но она не вкусная мне не понравилось не очень да да вот водичку может мы берем воды ну вообще этот район мне нравится почему такой тихий спокойный одни китайцы вот такая улица как вам такой уклон клиника Интерас Павел то есть это клиника это клиника так ну что вот мы пошли на подъем ну почему мне нравится здесь так тихо но видимо потому что сегодня воскресенье все по домам все по домам все по домам Все в парке. Да, в дома, в парке. Вот так вход в дом. Красиво. Вот тут написано, кто тут живет. Это еще такой же. Это не наш отель, нет? Нет. Это не наш отель. Наш отель, вот там чуть переводится, перейдем. А вот такие балкончики уютные. Наша прогулка по парку Гуэль и району Беграция подошла к концу. Спасибо, что путешествуете с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира.